Привет, Страж! Новое видео на канале Трипл Вайп, меня зовут Джонни Лейни, и сегодня я расскажу о том, как я позвонил в Банжи. Ни для кого не секрет, что в преддверии выхода дополнения Военный Разум, разработчики активно начали работать с сообществом, собирать фидбэк, слушать и идти на диалог в самом широком смысле этого слова. В этот раз не только высылались пресс-релизы, но и устраивались целые саммиты с лидерами мнений сообщества. В одной из таких конференций у меня и появилась возможность принять участие и пообщаться непосредственно с Банжи. Когда успел? Да вот прям в день релиза DLC. Буквально за час до его выхода состоялся звонок в Скайпе. На связи были Дидж и Дилан, а также еще порядка 5-6 ютуберов и блогеров из разных стран, Швеции, Великобритании и Франции. Блин, я так об этом говорю, будто для меня в этом ничего особенного нет, но неправда. Для меня это необычный и особый опыт. Выйти на прямой контакт с людьми, в чьей игре ты провел столько времени, в которой нашел столько друзей, возможность сказать им спасибо, это дорогого стоит и я безумно рад, что у меня случилась такая возможность. Волновался ли я? Конечно, но как только я познакомился со всеми собравшимися, все как рукой сняло. Атмосфера была очень дружелюбной. Банжи понимали, что на линии люди, которые реально любят эту игру и для которых она стала больше, чем просто хобби. А мы, как авторы, в свою очередь с большим почтением отнеслись к делу разработчиков. Разговор был сфокусирован в первую очередь на патчноуте вышедшего дополнения и на мелких деталях, цифрах и изменениях механик. Вопросов было, сами понимаете, много. Каждый из авторов пришел хорошо подготовленным, каждый со своими вопросами. Что особенно приятно, они почти не повторялись, так что диалог получился насыщенным. Я задал несколько вопросов, которые интересовали меня больше всего и, что логично, получил ответы. Например, я выразил обеспокойство тем, что с появлением ранговых матчей в игре, проблема с читерами, которые используют различные лазейки, не фиксирующиеся внедренными в игру системами, станет ощущаться особенно остро и болезненно. Разработчики заверили, что решение этой проблемы является одной из главных целей для команды разработки Горнила. Конечно, меня не стали посвящать во все тонкости механизмов безопасности из соображений этой самой безопасности. Но в качестве примера решения подобной проблемы был приведен опыт отлова ребят, которые в первой части использовали бесконечные стрелы на Найт Сталкере. Так что мы можем быть спокойны, читерам житья обещали не давать. Еще одну проблему, которую я озвучил в разговоре с Банджи, я озвучивал в своих видео не раз и не два, и не три, и не 33 раза. Коннект к уже идущим матчам. Как решить эту проблему, представить сложно. Вас цепляют в матч, а там уже заряженная ульта Варлока на вас летит, и жуки из колонии так и шастают. Ну, что ты тут как игрок-одиночка можешь сделать? В ответ на этот мой больной вопрос было то, что Крусибл Команда, конечно же, знает об этой проблеме. Как-никак в Банджи работают люди, которые сами играют в игру, и они это все видят изнутри. И сейчас они в поиске механизма, который бы помог уравновесить ваши шансы при подключении к начатой игре. Быть может, у вас сразу будет заряжен супер в таких матчах, или вам дадут пачку силовых патронов. Это все еще обсчитывается, и к ультимативному решению еще предстоит прийти. Посмотрим, что в итоге выйдет, однако всю боль от присоединения к обреченным играм, думаю, я донести смог. А то я уже пару раз успел слить винстрик в матчах удали после релиза Военного Разума. Обидно? Знают разработчики и о том, что ивент Испытания 9 может перестать быть интересным с появлением ранговых матчей. Ведь зачем ходить в сложный соревновательный ивент, если в нем даже ранг не качается? Вряд ли пушки или броня будут обладать какими-то ультра уникальными способностями, из-за которыми будет вестись охота. Эту проблему обещали тоже решить и продумать с помощью системы сезонов, наград и опять же исключительно опираясь при этом на фидбэк игроков. В ответе на этот вопрос разработчики также сослались на предыдущий ивент Trials for Cyrus и на его успешность. Будут что-то заимствовать и оттуда. Также мне удалось разузнать и о том, что нас будет ждать только больше скрытых квестов по типу задания на Black Spindle из первой части. И в этом дополнении, и в дальнейшем. И это здорово, ведь мир Destiny огромен, и количество загадок, которые он может в себе уместить, просто бесконечно. Будет постоянно отслеживаться фидбэк о том, нравится ли игрокам такие ответвления или нет. И исходя из вашего мнения, будет строиться развитие игры. И вот вы уже наверное заметили, вообще весь разговор прошел вот в таком ключе. Банжи каждым ответом на каждый вопрос или пожелание будто отвечали, да, мы все сделаем, вы главное говорите с нами и наберитесь терпения. Странно вышло, то о чем я негодовал не так давно, что фидбэк не слышат, обернулось вот так, таким усилением в сторону работы с игроками. Сейчас игру делают не только разработчики из студии, но и каждый из нас. Играя в нее, обсуждая на форумах, говоря о плюсах и минусах, у нас определенно есть шанс сделать игру мечты. Мне определенно по душе такая тенденция в общении с сообществом. Невероятное чувство, когда слово спасибо на протяжении беседы звучит в обе стороны одинаково искренне. Я надеюсь, что это не просто эксперимент, а выбранный курс, с которого сходить никто не собирается. Ну а на этом все. Был рад поделиться своими эмоциями от нового опыта с вами, моими зрителями, без которых бы никогда ничего такого не произошло. А сейчас я побежал обратно на Марс, там столько всего, еще столько видео записать. DLC-то и правда вышло бомбическое. Оставайтесь на связи, не забудьте подписаться на канал и пока. Ну а теперь долгожданные итоги конкурса на само DLC Военный Разум. Комментарий победителя вы видите сейчас на своем экране. Так что счастливчик, свяжись со мной и я передам тебе ключ.